Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Работа над ошибками. На соответствие требованиям пожарной безопасности проверено 12 торговых центров из 200. Будут ли пробки? В Рязани начали ремонт улицы Есенина. Новые правила историко-культурной экспертизы. Из-за них возмущенный археолог записал видеообращение к президенту. В Рязани начался период ремонта дорог. В настоящий момент идет подготовительный этап на улице Есенина. Повлияют ли дорожные работы на движение транспорта, узнаете в следующем сюжете. Ремонт улицы Есенина разделен на два участка. От площади Театральной до Полевой и от Грибоедова до Кальной. На данный момент ведутся подготовительные работы. Мы заблаговременно понижаем люки колодцев, коммуникации, для того, чтобы фреза, которая будет снимать верхний слой покрытия, холодное фрезерование, ну, чтобы колодцы ей не мешали. По словам Алексея Лебедева, в городе часто встречаются ситуации, когда подрядчики проводят холодное фрезерование, не опуская колодцы. Такая халатность обычно приводит к тому, что после ремонта люки мешают проезду автомобилей. При текущих работах такой ситуации не возникнет. Параллельно, то есть, как я сказал, со следующей недели работы перейдут в ночную смену. Будет демонтаж бордюрного камня вестись и установка его. То есть, вот, там будет некоторое ограничение днем, там экскаватор, то есть, такие локальные, да, то есть, но перекрываться улицы полностью не будет. Ну, как я уже отметил, работа будет максимально в ночной срок уходить. Алексей Лебедев заявил, что такие работы не повлекут за собой какой-то транспортный коллапс. Небольшие пробки, конечно, могут возникнуть, однако работники постараются обойтись без этого. Главный инженер подчеркнул, что эти работы, которые кажутся на первый взгляд бесполезными, проводятся для удобства автомобилистов. Они такие для обеспечения их комфорта максимального. То есть, то, что сейчас асфальт без технологии, где-то там воду в грязь, это все будет выковыриваться, когда люк будет подниматься потом, да, ну, то есть, это все все равно будет вытаскиваться. То есть, тот асфальт, который сейчас вот закладывается, это, ну, наши накладные расходы для вашего блага. Ежедневно крупные торговые центры города посещают примерно 17 тысяч человек. В выходные дни эта цифра повышается до 20 тысяч. Люди приходят с простым желанием отдохнуть и сделать покупки. Вот только события последних дней подтверждают, что такой поход может закончиться плачевно. В Рязани и области расположены более 200 торговых центров и мест массового пребывания людей. В настоящий момент прокуратура Рязанской области совместно с сотрудниками МЧС проводят проверку этих мест на соответствие всем техническим требованиям. По ситуации на 5 апреля проверено 12 торговых центров. В целом они отвечают требованиям безопасности, однако имеет место быть нарушения, которые зависят от человеческого фактора. Технически все готово, а вот иногда загромождение эвакуационных выходов, иногда отключение сигнализации на время ремонта или просто сигнализация не работает уже в течение двух-трех дней. По словам начальника главного управления МЧС России Рязанской области Сергея Филиппова, назвать торговые центры города опасными нельзя. Но практически во всех местах массового пребывания людей специалисты находят минимум 2-3 нарушения. К сожалению, бывает и больше. По словам Сергея Филиппова, в торговом центре Политаевский было выявлено почти 40 таких нарушений. И это невзирая на то, что в 2014 году он практически полностью был уничтожен пожаром. Сейчас сотрудники МЧС разрабатывают новый план мероприятий, который повысит ответственность администраторов торговых центров. Мы предлагаем, значит, во время сеанса, в начале сеанса для зрителей в течение 30 секунд одной минуты предложить такой не ролик на телевидении, а именно администрация. Один из представителей выходит перед зрителями и в течение 30 секунд показывает, где эвакуационный выход, где основной выход, где находятся средства первичного пожаротушения. Сергей Филиппов рассказал, что новую инициативу вынесут на суд жителей города. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Рязанские полицейские раскрыли циничное ограбление пенсионера. 26 марта в правоохранительные органы обратился 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, который сообщил, что в квартире на улице Татарской на него напал незнакомец. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Оперативники уголовного розыска расспросили пострадавшего и выяснили, что около 11 часов в квартиру пенсионера через домофон обратился незнакомый мужчина. Потерпевший сам впустил его, так как злоумышленник говорил о возвращении долга в 150 тысяч рублей. Пройдя на кухню для оформления расписки о получении денег, грабитель повалил пожилого человека на пол и связал скотчем. Найдя деньги, злоумышленник развязал пенсионера и скрылся. Эксперты по отпечаткам пальцев, обнаруженным в квартире ветерана, установили, что они принадлежат 46-летнему уроженцу Московской области, ранее судимому за кражу. Разыскать подозреваемого было непросто. Он не имел постоянного места жительства и проживал в одном из реабилитационных центров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали четверых злоумышленников, причастных к ограблению. В их отношении возбуждено уголовное дело. 2 апреля потерпевший скончался на почве пережитого стресса. УМВД России по Рязанской области выражает искренние соболезнования родным и близким ветеранам. В конце января 2017 года в Рязани произошло страшное ДТП, в котором погиб ребенок и пострадала его мать. Судебное разбирательство в отношении виновника, бывшего сотрудника полиции, закончилось. Сегодня около 7.40 утра на улице Октябрьской города Рязани автомобилем Hyundai Solaris был совершен наезд на 25-летнюю женщину с трехлетним ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, с которыми госпитализирована в больницу. Трехлетний ребенок от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. 30 ноября 2017 года мужчине вынесли приговор в виде двух лет колонии-поселения и выплаты материальной компенсации. Московский суд учел, что виновник раскаялся, признал свою вину и принял меры к добровольному возмещению ущерба. Подсудимый сам заплатил отцу погибшего ребенка 900 тысяч, а матери 600 тысяч рублей. По решению суда бывший сотрудник полиции должен был выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации отцу, 350 тысяч матери за трагедию и 250 тысяч за полученные травмы. На этот приговор обе стороны подали апелляции. Родители ребенка просили увеличить компенсацию и посадить мужчину, а виновный, в свою очередь, требовал смягчить наказание или прекратить уголовное дело в связи с раскаянием. После этого подсудимый заплатил дополнительно 650 тысяч рублей матери, 50 тысяч рублей отцу. 29 марта 2018 года в Рязанский областной суд поступили заявления от потерпевших, в которых они указывали, что больше не имеют претензий к водителю и просят не рассматривать их жалобу. Мужчина же попросил прекратить дело в связи с примирением сторон. В тот же день суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело в отношении него. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 человек получили травмы. В области произошло 40 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено почти 7 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Одна из крупных аварий произошла на улице Ленина 4 апреля в 21 час 20 минут. По предварительным данным водитель при повороте налево совершил столкновение с машиной, движущейся во встречном направлении. В результате столкновения внедорожник выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов – 19-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. После чего пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Водители транспортных средств не пострадали. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В среду 4 апреля произошло ДТП с участием пешехода. Водитель сбил человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Шофер скрылся с места происшествия. Сейчас сотрудники госавтоинспекции ищут виновника. В России хотят отменить обязательную историко-культурную экспертизу перестроительства. Данные поправки к действующему градостроительному кодексу уже рассматриваются в Государственной Думе. Эта новость вызвала волну протеста среди научного сообщества. Подробности в следующем сюжете. Более 20 тысяч просмотров в интернете менее чем за два дня и отклик специалистов от Калининграда до Камчатки вызвало видеообращение к Владимиру Путина, нашего земляка, археолога Василия Конова. Поводом послужила возможная отмена обязательной историко-культурной экспертизы перед строительством. По мнению ученых, такие изменения в законе могут привести к утрате многих важных исторических памятников. Котлованы, траншеи будут прокапываться на любых земельных участках, где неизвестно, есть ли объекты на среде или нет, без археологов. Соответственно, древние кладбища, на местах в том числе исчезнувших деревень, которые по ГОСТу остались. Неизвестные памятники древности, начиная с эпохи камня до 19 века. То, что неизвестно археологам, не стоит на государственной охраны, но по факту оно существует, будет уничтожено строителями. История хранит еще немало тайн. Рязанская земля богата памятниками культуры и архитектуры. Древнейшие предметы, найденные на территории региона, относятся к эпохе 75 тысяч лет до нашей эры, говорит Василий Конов. Археолог признается, не обошлось без научных открытий и в 2017 году. Раскопки проводились на территории села Филатова Кораблинского района. Оказалось, что оно расположено на территории, которые осваивали еще во втором тысячелетии до нашей эры. Нами были найдены фрагменты орнаментированных глиняных сосудов, которые были созданы еще без применения гончарного круга и архаично орнаментированы. Также был найден слой культурный, который оставили славяне в 12-13-14 веках. Иногда, благодаря слаженной работе археологов, удается перенести октоволоконные линии связи, трассы газопровода и даже капитальные строения. Благодаря чему курганные могильники и древние городища не пострадали. Ученые уверены, такая историко-культурная экспертиза необходима на все территории России. Мы как специалисты понимаем, что такое древесный тлен в культурном слое. Мы видим остатки архитектурных сооружений и очень плохо сохранившиеся кости погребения. Видит ли это экскаватор, когда копает котлован. Я лично был свидетелем за свои 15 лет полевой деятельности, как уничтожали памятники истории культуры. Это страшные зрелища. Инициаторы отмены историко-культурной экспертизы предлагают строителям самим сообщать, если в процессе работы они обнаружат что-то стоящее. Ученые уверены, строителям просто не под силу справиться с этой задачей, ведь даже мельчайшие продукты жизнедеятельности прошлых поколений способны открыть новую страницу истории родного края и страны. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В четверг, 5 апреля, в Рязанском отделении Центробанка России завершился первый курс обучения волонтеров по финансовой грамотности. Студенты двух вузов, которые на протяжении двух месяцев проходили подготовку, получили свои сертификаты. Подробности далее. Хочешь стать человеком – помоги другому. Примерно так можно сформулировать основную цель волонтерского движения. Помощь студентов, которые прошли обучение на базе Рязанского отделения Центрального банка России, будет заключаться в борьбе с финансовой неграмотностью населения. В недалеком будущем им предстоит сначала под контролем сотрудников банка, а затем и самостоятельно научить школьников составлять свой финансовый план, распознавать действия мошенников, пользоваться современными системами оплаты услуг. В общем, всему тому, что входит в понятие финансовой грамотности. Председатель Банка России поставила одну из задач на 2018 год повышения финансовой грамотности в регионах. И одна из слабых, ну, самых легкодоступных для обмана славев населения – это подрастающие школьники и студенты. Вот тем самым мы стараемся, ну, как бы не то что убить, да, двух зайцев, но выполнить за одно время сразу две задачи. Мы учим студентов, которые обучат своих родителей и бабушек, в том числе, которые будут учить школьников. Обучение прошли студенты двух вузов – Радиотехнического университета и Академии в СИН России. Всего 18 человек. Для них это прекрасный опыт. Главным образом – общение с различными слоями населения, а также выступление перед публикой. Во-первых, мы уже на таком пороге стоим, что скоро выпускаться. В принципе, нужно уметь общаться с людьми, не только разных возрастов. Дети – это взрослые. Потому что все-таки наша сфера экономистов, она такая обширная. И это не только банковское, там, дело еще разное. И приходится в разных ситуациях с людьми общаться. А это хороший опыт, прежде всего. И, во-первых, если предлагают, почему бы и нет. Себя попробовать – это, во-первых, для себя очень хорошо. Потому что ты чувствуешь, как ты чувствуешь себя с людьми, готов ли ты в дальнейшем с ними общаться, сможешь ли ты вообще именно в этой сфере работать. То есть не за компьютером сидеть, а именно общаться с людьми. На своеобразном выпускном, который прошел на базе Рязанского отделения Центробанка, каждому из волонтеров предстояло защитить кейс. Задание для двух групп было одинаковым. Ребята должны были разработать личный финансовый план для вымышленного студента с определенным уровнем дохода и определенными финансовыми целями. Мы начали с того, что мы сделали несколько планов. То есть пессимистичный план, как он будет выглядеть, если он будет минимально заниматься, минимальный заработок получать. Оптимистичный план, если он будет полностью загружен, будет заниматься всем. И реалистичный план, тот, который мы выбрали и все-таки будем сдавать. После защиты, с которой студенты справились достойно, им предложили поиграть в финансовый брейн-ринг. Какой город изображен на пятитысячной купюре? Как называются основные финансовые институты страны? Как раньше называли купцов, которых выгоняли из гильдии за обман покупателей? Не на все вопросы ребята нашли ответы, но свои сертификаты они получили вне зависимости от результатов игры. Также в ходе данного мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве Банка России с Академией ФСИН и РГРТУ. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Будущие хирурги – окулисты и терапевты. Они решили посвятить жизнь медицине, но при этом не забывают и о своих увлечениях. 4 апреля на сцене Дворца молодежи звучала живая музыка и выступали танцевальные коллективы. Студенческая весна РЯСГМУ 2018 стартовала. Колоритные горцы как будто только что спустились с гор для того, чтобы принять участие в фестивале «Студенческая весна РЯСГМУ». Они оттачивают каждое движение перед выходом на сцену. Молодые, задорные и талантливые в этот вечер белые халаты. Студенты Рязанского медицинского университета отложили в сторону и надели бальные платья и невероятные по красоте и краскам национальные костюмы. Более 20 лет этот межнациональный фестиваль радует зрителей своими номерами. Студент из Индии Акшай Шармаджин примерил на себя образ Кришны. Орнаменты на лице рисовал сам, говорит, каждый элемент несет смысловую нагрузку. Песни молодой человек посвящает своему богу. Студенты из Африки признаются, в России им нравится, а Рязанию же успели полюбить. Говорят, люди здесь добрые. Появилось у ребят и любимое блюдо – пельмени. Но о своих традициях на чужой земле они не забывают. Знакомство с разными культурами, погружение в творчество и раскрытие своих возможностей. Все это, по мнению педагогов, поможет студентам стать хорошими врачами в будущем. У нас в университете вообще атмосфера творчества очень развита. И она присутствует во всем. Потому что врач – это профессия творческая. И врач, который хорошо различает оттенки цветов, хорошо слушает музыку, он и является хорошим диагностом. Будущий хирург в пятом поколении Иван Минаев тоже уверен, что занятия музыкой помогут ему стать хорошим специалистом. Мне, как хирургу, будет важна мелкая моторика рук. Как раз инструмент, такой как фортепиано, развивает ее, безусловно. Ну и вообще говорят, что медицина поистине – самое великое искусство. Готовиться к студенческой весне ребята начинают с начала учебного года. К делу подходят серьезно и основательно. На этот раз побороться за звание лучшего танцора, певца и музыканта. На сцену Рязанского дворца молодежи вышли более 40 человек. Межнациональный форум помогает находить новые формы и произведения. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова